Очевидного преемника Путина нет, после смерти будет конфронтация, эксперт. Сейчас в России нет очевидного кандидата на замену российского диктатора Владимира Путина после его смерти. Поэтому будет внутренняя конфронтация, об этом в комментарии РБК Украина заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», Александр Коваленко, эксперт подчеркнул, что пока не видит какого-то очевидного преемника Путина. «Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных и серых личностей, чтобы они на его фоне выглядели еще более никчемными. Взять того же Шойгу. Когда-то его называли «номером-два», но он же никакой и не может связать две фразы во что-то внятное», — отметил Коваленко. По его мнению, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которых также считают возможными преемниками, перегрызутся за власть. Поэтому, как добавил Коваленко, после смерти Путина в любом случае будет период внутренней конфронтации. Но он вряд ли сразу повлияет на фронт, поэтому не стоит надеяться на быстрое завершение войны, считает эксперт. Слухи о смерти Путина. Напомним, вчера, 26 октября, в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что диктатор Владимир Путин якобы умер. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отреагировали на такую информацию. Там призвали к сдержанной реакции. Более детально о слухах можете узнать в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.